Субтитры создавал DimaTorzok «Автоэссолд» была анонсирована почти что два года назад, однако необычайно быстро обросла мощным комьюнити и обзавелась не одним десятком фэнсайтов. Причина – оригинальная концепция, не характерная для представителей этого жанра. Обычно героями МорПГ становятся либо фэнтезийные существа, либо жители далекого будущего, а тут – автомобили. Причем не абы какие, а ввешанные броней и оружием железные монстры. В голове сразу же возникает мысль – нас ждет либо Кармагеддон Онлайн, либо Интерстейт Онлайн. Но не тут-то было. Не так давно нам удалось принять участие в бета-тестировании игры и увидеть все своими глазами. Если театр начинается с вешалки, то любимая МорПГ с процесса генерации персонажа. В этом плане Auto Assault приятно обрадует игроков широким ассортиментом различных настроек. Конечно, с многообразием Star Wars Galaxies или EverQuest 2 это не сравнится, но в любом случае кузница героев выглядит вполне на уровне. Первым делом, как всегда, необходимо выбрать расу. Предлагаются люди, мутанты и биомехи. От людей они отличаются лишь наличием огромного количества разного рода имплантантов. И класс – боец, инженер, командир, шпион. И то, и то определяет типаж внешности твоего альтер-эго, однако на величину базовых параметров влияет лишь класс. Следом идет выбор пола и настройка внешних данных – роста, прически, цвета волос и глаз, формы губ, наличие каких-то гаджетов типа шлема или микрофона. Если нет желания заморачиваться на этом этапе, просто нажми кнопку Randomize в нижнем правом углу, и игра случайным образом сгенерирует внешность твоему персонажу. Обрати внимание на иконки в верхнем правом углу. Первая пиктограмма включает вид, который показывает всего персонажа с ног до головы. Вторая приближает обзор к его лицу. Ну а третья выводит изображение транспортного средства. Да-да, в мире Auto Assault почти 95% времени ты будешь проводить на железном коне. Правда, в отличие от самого героя, тачка имеет очень скудный набор изменяемых характеристик. Ты волен выбрать только тип покрышек, схему и цвет рисунка, а также название для своего транспортного средства. Завершив процедуру регистрации, мы попадаем в мир игры. Первое время геймеру может представляться, что перед ним типичная МорПГ, только модель прямоходящего героя заменили машиной. У авто отсутствует какая бы то ни была модель повреждения, кроме стандартного вычитания хитпоинтов, разумеется. Нет необходимости добывать горючее, как это было в экс-машина, и заботиться о проходимости транспортного средства. Железные монстры способны заезжать чуть ли не на отвесную скалу. Однако ощущение экшена на колесах просыпается уже очень скоро. Во-первых, дизайнеры справились со своей работой на отлично и сделали по-настоящему реалистичные дороги. Это не просто кусок однообразного серого полотна, проезжая по которому можно развить огромную скорость, но постоянно перемежающиеся участки. Тут возвышение, там овраг, здесь колдобины, ну а прямо по курсу куча какого-то строительного мусора. В суровом постапокалиптическом мире дорожных служб просто нет, поэтому езда превращается в своеобразный заезд с препятствиями. Порой игрок может выполнить какой-либо головокружительный трюк, используя хотя бы отдаленно похожий на Распу объект. За это даже начисляется небольшое количество опыта. Чем более продолжительный получается прыжок, тем больше опыта начисляют. Первое, к чему долгое время не можешь привыкнуть в автоэссол, так это к необычайно высокой интерактивности окружения. Практически любое здание можно разрушить, забор снести, деревце сломать. И это уже не говоря о пеших противниках, которых можно просто-напросто давить в лучших традициях к Армагеддону. Можно даже сказать, что высокая интерактивность и вытягивает проект на уровень хорошо. Именно она и замена стандартных героев автомобилями как раз являются наиболее интересными фишками проекта. Ведь во всем остальном детище NetDevil напоминает любые другие многопользовательские онлайновые игры. Обычно в МорПГ игрок может взаимодействовать лишь с NPC и ограниченным количеством предметов, но никак не с элементами окружающего мира. В этом плане у Auto Assault пока нет конкурентов. Первое время можно вообще только и делать, что колесить по разбитым дорогам, пустыне, заброшенным поселкам, сметая все на своем пути. Однако, как и в любом другом проекте с элементами РПГ, перед игроком встает необходимость прокачки, улучшения своих характеристик. Задания в большинстве своем совершенно тривиальны. Вырезать отряд врагов, разрушить какой-нибудь объект, достать энное количество определенных предметов. В любом случае, каждый квест сводится к истреблению толп монстров. Дело Диабло живет и процветает. Все могло получиться скучно и однообразно, если бы не богатый ассортимент мальчиков для битья. Типажи врагов варьируются от вооруженных мутантов на мотоциклах до гигантских пауков-переростков. По версии разработчиков, в далеком будущем большинство обитателей нашей планеты подвергнется ужасающим мутациям вследствие серии глобальных катаклизмов. Радует и набор вооружения для борьбы со всем этим зверинцем. В одной только бета-версии наберется не один десяток модификаций, всеразличных пулеметов, мортир, ракетниц, лазеров и даже огнеметов. Последняя пушка наличествует в большинстве представленных нами роликов. Это связано не с личными предпочтениями автора, сколько продиктовано суровой необходимостью. Огнемет лучше любого другого оружия справляется с мелюзгой, мешающейся под колесами. На данный момент в бета-версии представлены довольно слабые враги. Особенно хорошо использовать его против насекомых-переростков, жутко похожих на алиинов из «Звездного десанта». Кстати говоря, награда за выполнение заданий, выраженная в деньгах и экспе, как правило, куда скромнее тех средств, также денег и опыта, которые можно выручить непосредственно в процессе выполнения того или иного квеста. Если в большинстве МорПГ сказочные персонажи вынуждены восстанавливать потрепанное здоровье лечащими зельями или заклинаниями, то в автоэссолд, понятное дело, существуют совершенно другие способы в исполнении хитпоинтов. Самый простой и распространенный – это поездка к ближайшей ремонтной станции на ремонтной базе. Второй вариант в исполнении хитпоинтов – использование аналога лечащих зелий – ремонтных наборов. Правда, попадаются они не часто, а в магазинах стоят довольно дорого. Наконец, третий способ – вызов IRC – воздушного транспортного средства, которое прилетит в считанные секунды по первому зову и отремонтирует твое авто. Не забесплатно, конечно. Если ты не успел вовремя восстановиться и враги разбили твое транспортное средство, не стоит переживать. За тобой в любом случае прилетит транспортник, чтобы доставить покорюженную груду металла к ближайшей ремонтной базе. Все, что ты теряешь – это лишь собственное время. В мире Auto Assault по отношению к игроку враждебны все без исключения существа. Единственные безопасные места – это уже упомянутые ремонтные базы и города. Базы защищены высокими стенами и рядом турелей, которые автоматически отстреливают любого приближающегося неприятеля. Обычно здесь игроки чинят свое транспортное средство, торгуют друг с другом и объединяются в караваны. Здесь так называются группы. В городах тебя точно никто не потревожит. Это полностью безопасная зона и единственное место, где игроки передвигаются на своих двоих. Тут выдается большинство игровых квестов, находится множество магазинов, сервисов и прочих интересных местечек. Например, именно тут персонажи могут помериться силами на арене. Также здесь расположены все сервисы по обслуживанию машин. Можно купить новое средство передвижения или улучшить уже имеющиеся. Приобретение новой тачки влетит в копеечку, в то время как тюнинг базового авто обойдется в копейки. Правда, все улучшения сводятся к косметическому тюнингу. Поставить дополнительные спойлеры, навески на крылья, перекладины, трубы. Кроме того, в городах осуществляется переход из одной глобальной зоны в другую. Auto Assault будет в первую очередь интересно поклонникам экшенов на колесах. Ролевая система игры проста до безобразия. Магия по понятным причинам отсутствует как класс. Зато есть очень атмосферная стилистика постапокалиптического мира. Бешеные гонки с перестрелками и море адреналина. NCSoft, как всегда, не ударила в грязь лицом. В ближайшее время мы получим по-настоящему оригинальный и драйвовый проект.